итак привет всем сегодняшнем мастер-классе сегодняшнем видео будем вязать вот такую прекрасную шапочку теплую на текущую зиму меру пушистую и очень мягкую и теплую шапка связана из мериноса и ангоры вязала я в 2 нити 1 нитка мериноса 1 ангоры также можно вместо ангорки использовать пух норки всеми полюбившиеся ныне результат получится точно таким же вот такая красивая показываю макушку здесь макушка закрыта на 4 клина мне очень нравится вот это закрытие макушке получается такое как бы кружевное как мне кажется закрытие петель шапочка почему очень теплая помимо того что на связано из мериноса сангоры у нее двойной отворот вот такая высокая шапка в готовом изделии в кромку я вставила резиновую нитку уже когда все связала чтобы шапка достаточно плотно сидела на голове потому что получаемая структура плотно из этих ниток очень мягкая такая шелковистая и чтобы шапочка упруга сидела на голове как по добавить например плотно связанному мериноса я добавила вот сюда в кромку резиновую нитку она совершенно не видна нитка резиновая у меня вот как леска она прозрачная и добавляет вот как я сказала уже упругости вы можете связать ее как у меня здесь сочетание серого серого мериноса и такой холщового цвета ангоры либо выбрать свое сочетание можно сочетать серый с белым положим это будет такой явный меланж если вы хотите получить интересный сложный оттенок свой собственный то смешивайте вот такие близкие цвета например несколько оттенков голубых или зеленых или винных цветов у вас получают очень красивый меланж и так приступим к вязанию сейчас вначале как обычно следует из моих мастер-классов будет пояснительная часть по размерам и плотности давайте приступим перед вязанием любого изделия необходимо выполнять предварительные расчеты чем мы сейчас и займемся шапку мы вяжем их от головы пятьдесят шесть сантиметров это наиболее распространенная окружность и чаще всего именно ее используем для шапки нам понадобится меринос и ангора берем все в данном случае использовала baby bit нам понадобится 2 матка сразу хочу сказать каждый меринос отличается по толщине даже если вот эта пропорция граммов на метр нити в матке будет одинаково потом обязательно вяжите ваш образец также нам понадобится ангора я использовала вулси rabbit ангора 25 грамм 160 метров 2 матка аналогично ангору мы можем заменить на любую другую либо на пух норки пух норки можно использовать как с дополнительной нитью так и без нее нужный свет образец и понять устраивает ли вас плотность хочу отметить что вес всей моей шапки 100 грамм а пряжи мы взяли на 150 грамм то есть у вас останется достаточно большое количество пряжи так что можно будет еще рассчитать на ну какое-то небольшое изделие возможно придется докупить по моточку шапку мы вяжем в две нити спицами три с половиной самого начала до макушки вяжем снизу вверх связав образец заданного рисунком кстати говоря раппорт рисунка у меня три петли 2 изнаночные 1 лицевая и связав этот образец мне получилось плотно 17 петель в 7 сантиметров и необходимо петли разделить на сантиметр мы получим необходимую плотность сколько петель у нас укладывается в одном сантиметре эту плотность умножить необходимо на обхват головы получим сто три четыре петли и отнять процент на растяжение шапки я отняла 15 процентов чтобы шапочка плавно сидела на голове мягко так скажем и не сильно утягивала поэтому эта шапка может подойти на обхват головы от 56 и я думаю даже до 59 но нужно смотреть по желаемой плотности посадки по голове и объему головы вот высоте шапки получаем 114 петель и будем использовать их в вязание нашего изделия макушка как я здесь указала она состоит их с четырех секторов условных вот так можно изобразить каждый сектор смотрите важный момент 25 петли один сектор следующий 28 потом 25 и 28 также не забудьте что по две петли между вот этими указанными цифрами вяжем снизу вверх и вот на этой схеме вы видите в сантиметрах указанную размерную как бы сетку конструктив внизу свою шапку когда изделие было готово я прошел эластичной нитью чтобы изделие имела большую упругость во время посадки на голове потому что именно сочетание вот этих двух пряж не дает мне ну именно тот эффект который я предпочитаю в изделиях все вот этого расчета нам достаточно для начала вязания и приступим шапки и так берем нашу пушистую ниточку ангуру или пух норки берем мериносовую нитку и начинаем набирать петли для моего объема головы необходимо брать 115 петель набираем любым удобным способом тем которым вам удобно и будем вязать начало шапки набрал 115 петель сейчас будем соединять вязание в круг главное еще разровнять вот так петельки чтобы они все смотрели в одну сторону и у нас не получилось восьмерка при дальнейшем вязании нитки нас располагаются на левой спицы правой спицы снимаем левую петлю левой спицы не снимаем правую петлю первую и надеваем ее на переснятую петельку вот так элементарная стандартная такая схема объединения и сейчас мы будем вязать резинку 2 к 1 причем в ней будут 1 2 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые 1 изнаночная и так будем провязывать до конца раппорт у нас три петли поэтому наше количество петель делится на это количество рапортов 140 лет на 3 получается 38 раппорт у нас все должно совпасть и каждая петелька будет участвовать раппорте так вяжем до самого конца провязываем ряд до самого конца последняя петля у меня изнаночная подтягиваем вот эту ниточку кончик и теперь мы замкнули вязание в круг наш рапорт мы тоже замкнули в круг у нас одинаковое количество рапортов у нас не дробится и теперь мы вяжем на необходимую нам высоту вот этот рапорт когда у нас 2 лицевые 1 изнаночная потом будем переходить на другую сторону теперь первый ряд у нас задающий наш весь узор последующий сейчас мы там где нас изнаночная петля будем вязать лицевую где нас лицевые петли будем вязать изнаночные то есть у нас внутри сейчас такой узор 2 изнанки одно лицо и нам его нужно перевести на внешнюю сторону шапки видим изнанку вяжем лицо над лицом вяжем 2 изнанки то есть получается 1 лицевая 2 изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные когда-то вижу весь круг буду вязать по рисунку и получу нас вот такой рисунок выше и так мы свяжем до начала сужение нашей шапки это будет сантиметров ну так 10 примерно 12 связали прямо здесь меня 22 сантиметра здесь получилось примерно десять с половиной начинаем формировать купол шапки поделили петли на четыре сектора и между каждым сектором две петли расстояния смотрите когда мы будем закрывать петли мы будем закрывать через лицевые петли между секторами будет 2 2 дорожки изнаночных петель значит вот смотрите начало ряда 2 изнаночные петли и потом идет расстояние от сектора до сектора и вот здесь без двух изнаночных петель 25 петель это с учетом того что мне на спицах 114 петель вешаем маркер потом снова две петли изнаночные отступаем здесь 28 петель дальше две петли отступаем 25 петель 2 петли и 28 петель но чтобы не запутаться прибавьте к 25 и 28 по две петли разные у нас расстояние в секторах потому что собственно раппорт через такой сложно достаточно 3 петли если делать одинаково то не попадем вот в эти нужные дорожки 2 изнаночные петли которые мы отметили отдельно мы провязываем и теперь смотрим внимательно вяжем следующую лицевую следующую изнаночную лицевую с изнаночной начинаем провязывать вместе лицевую я провяжу вместе со следующей после нее изнаночной петлей и вот так я буду приближаться к маркеру остальные петли мы провязываем не дойдя до маркера сейчас покажу сколько петель вот сейчас нас перед маркером 4 петли непосредственно после маркера дорожка вертикальность лицевых петель и 2 изнаночные лицевая и вот с этой 2 лицевой дорожка мы начинаем работать мы тоже провяжем эту лицевую со следующей после нее изнаночной петли вместе с наклоном влево всегда наше закрытие будет наклоняться в сторону маркеров изнаночная лицевая после маркера 2 изнаночные петли которые мы никогда не трогаем ну вот начале до наших закрытий дальше идет лицевая изнаночная естественно с лицевая изнаночной разворачиваем изнаночную правой стенкой вперед чтобы она не была скрещена когда мы и провяжем вместе с лицевой и через лицевую изнаночную провяжем вместе одной лицевой вяжем дальше точно также не дойдя в этом ряду 4 петли до маркера провяжем лицевую вместе с изнаночной так далее до конца ряда провязав ряд до конца следующим после него ряд мы провязываем по рисунку без изменений встретимся в следующем ряду когда мы будем снова выполнять убавки провязав один ряд без изменений выполняем снова убавки 2 изнаночные после маркера лицевая и вот эту изнаночную следующую после 1 дорожки лицевых разворачиваем и провязываем с лицевой вот так лицевой петлей то есть я сейчас объясню общий принцип мы начинаем все вот эти лицевые дорожки одну за одной приближать к первой лицевой дорожки которая расположена возле вот этих не затрагиваем их двух вертикальных изнаночных дорожек то есть вот эту лицевую дорожку сейчас мы сольем с 1 лицевой потом когда мы и убавим мы займемся вот этой лицевой дорожкой и также с другой стороны вот у нас эти две лицевые дорожки между из которых располагается с двух сторон изнаночных к ним мы будем вот сюда следующие после них лицевые сдвигать не сливать вместе с ними провязали мы изнаночную лицевую вместе вяжем до конца сектора до следующих убавок вот лицевая разворачиваем ее левой стенкой перед нами и провязываем ее со следующей после нее из изнаночной петли вместе лицевая маркер снова 2 2 изнаночные петли лицевая изнаночную разворачиваем и провязываем лицевую изнаночную вместе вот здесь возле этих маркеров будет видно что у нас происходит то есть сейчас у нас справа и слева от маркера по 2 лицевые петли вместе мы убавили 2 изнаночные и сейчас следующем ряду будем связывать вместе 2 лицевые вяжем до конца ряда аналогично как я показала в предыдущих секторах убавляем петельки провязав ряд без изменений мы снова после маркера вяжем 2 изнаночные петли и теперь у нас идут 2 петли лицевые рядом и мы их вместе начиная со 2 в 1 провязываем 1 лицевой петлей вводя спицу через 2 в первую петельку таким образом мы левую петельку сейчас провязали поверх правой вяжем дальше до следующих убавок будем выполнять аналогично с противоположной стороны 2 соседствующие лицевые петельки мы разворачиваем левой стеночкой перед спицей если они у вас уже развернуты безусловно вам разворачивать не нужно и здесь я провязываю через первую вторую 1 лицевой петлей 2 петли вместе то есть я провязываю петли таким образом чтобы они наклонялись в сторону маркеров провязываем 2 изнаночные петли снова у нас две петли вместе лицевые через вторую первую провязываем месте вот таким образом сейчас прорежу и посмотрим вот так то есть мы соседние лицевые дорожки наклонили в сторону маркеров и сейчас провязали вместе одной лицевой петлей вот эти лицевые петельки и следующем ряду мы сейчас закончим все убавки возле каждого маркера и следующий ряд мы провяжем снова без изменений просто по рисунку провязали ряд без изменений после маркера 2 изнаночные петли и теперь смотрите у нас восстанавливается картина с чего мы начали наши убавки 1 лицевая 2 изнаночные 1 лицевая снова провязываем 1 лицевую 1 изнаночную следующую далее изнаночную и лицевую мы провязываем вместе одной лицевой петлей вот так с наклоном к маркеру и мы повторяем все тоже как мы начинали наши убавки сейчас дойдя до конца сектора я сделаю убавки ну с другой стороны и будет то же самое сейчас посмотрим вот у нас лицевая разворачивая левой стенкой перед спицей если у вас не развернута то есть лицевая 2 изнаночные лицевая лицевую провязываем вместе со следующей после нее изнаночной 1 изнаночная лицевая 2 изнаночные дорожки которые мы не трогаем 1 изнаночная лицевая изнаночную провязываем вместе с лицевой лицевой петлей вот таким образом мы сейчас будем подвигать вот эти лицевые дорожки в сторону маркера и точно также завершим вместе с теперь уже провязав вот с этой лицевой петлей далее когда у нас уйдет изнаночная петля между ними таким образом мы начинаем и продолжаем самого начала рапорту наших убавок убавлять все постепенно вот эти лицевые дорожки убавлять петли и встретимся с вами когда у нас уже будет концу и заканчиваться вот эти дорожки у нас уже будет немножко по-другому выглядеть убавки продолжаем убавлять я уже много убавок сделала и теперь у меня возникла следующая ситуация по петлям там где у меня были сектора с двадцатью восьмью петлями здесь все хорошо вот остались две лицевые дорожки я эту дорожку направлю к одному маркеру вторую дорожку направлю к другому маркеру и есть сектора то есть их два таких как я только что показала и два сектора вот таких то есть одной лицевой дорожкой не с двумя а с одной и что мне теперь здесь делать я буду эту дорожку направлять в общем или в правую или в левую сторону как вам удобно я наверно направляю сюда с этими двумя петлями я ничего делать не буду я буду их просто провязывать и вот в этот момент когда мы видим такую ситуацию на петлях мы вот здесь уже сделали убавку до последний у нас снова начинается лицо 2 изнаночное лицо и с этого момента мы начинаем делать убавку не через ряд а в каждом ряду встретимся с вами когда у нас будет одинаковое количество и вид петель в каждом секторе когда у нас будет лицевые изнаночные совпадать в каждом секторе в каждом секторе у нас сейчас одинаковое количество петель одинаково их наименование виды то есть изнаночные лицевые и что мы сейчас делаем у нас в каждом секторе 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные лицевая мы сейчас будем сокращать вот эти изнаночные петли лицевые трогать не будем изнаночные мы будем провязывать изнаночными петлями так как у меня правая стенка развернута от меня то я разворачиваю перед спицей провязываю 1 изнаночной петлей лицевая петля следующие 2 изнаночные провязываю 1 изнаночная петлю лицевая петля до получается у нас чередуются лицо и знака лицо и знака так провяжем все сектора все изнаночные из двух сделаем по одной это произойдет быстро вот уже два сектора я провязала провязываем оставшиеся два сектора точно также провязали ряд и сейчас мы провяжем лицевые изнаночные вместе лицевыми петлями у нас одна петля изнаночная другая лицевая мы вот так это вместе провяжем лицо и изнанку провяжем лицевой разворачиваем следующую изнаночную провязываем изнаночную лицевой вместе лицевой так в каждом секторе уже можно маркер снять сейчас и сейчас у нас останутся на спицах только лицевые петли все у нас на спицах лицевые их ровно 8 штучек мы сейчас обрежем нить и стянем эти петельки при помощи крючка все вместе и у нас будет завершена наша макушка ну что ж вот такая у нас готовая шапочка очень очень теплая мягкая нежная вот такая аккуратно получилось макушка в каждом ряду мы закрывали в конце нашу шапку для того чтобы у нас не высился вот такая вот такой мыс как бы в конце чтобы она не была пикообразная чтобы она аккуратно была скругленная на макушке я очень довольна результатом надеюсь ваши шапки получились тоже мягкие и уютные подписывайтесь на мой канал вяжите по моим мастер-классом буду рада видеть в ваше воплощение по моим мастер-классом и всего вам хорошего удачных проектов до новых встреч пока